Доброе утро! Или уж добрый день! Все получилось, наверное, не спонтанно. Мы к этому моменту готовились. Про то место, куда мы собираемся попасть, Майпопунер, я, наверное, мечтал. Я очень долго, много читал, смотрел про перевал Дятлова. Мне было это интересно. Я с удовольствием все бросил и собрался, приехал. Это настолько далеко. А здесь заканчивается автомобильная дорога, здесь все, дальше некуда. Только снегоходы, только лыжи. Если честно, я на технике сижу первый раз. Для меня это абсолютно новые какие-то эмоции. Я хочу прям в них окунуться, оказаться. И тем более, когда вокруг меня находятся мои друзья, это, считаю, будет супер и будет классно. Но есть ощущение некой такой легкой тревоги. У меня огромное ожидание не от самих снегоходов, а от тех мест, куда мы приехали. Я рассчитываю, что мы прекрасно проведем время в кругу друзей. Ну и увидим две достопримечательности Урала, которые давно мечтали посетить. Шли к этому, готовились. Это Монпунер и сам перевал Дятлова. У снегохода простые органы управления. Под правым большим пальцем у вас газ. Коробки здесь как таковой нет. То есть переключать ничего не надо. Нажимаете газ и с определенных оборотов снегоход страгивается с места. И чем больше даете газ, тем он быстрее едет. С газом обращаемся аккуратно, потому что на некоторых снегоходах, особенно на этих, он очень резко не стартует, грубо говоря. На тех вот поплавнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Усталость чувствуется определенная, но мы в ожидании, что что-то будет еще впереди, и самое главное, у нас есть цель. Газуешь и боишься, едешь и вот. В целом, конечно, очень приятно. Природа, солнце, супер. Что тебе устало, расскажи? Во-первых, руки. Какая рука больше устала? Наверное, левая все так. Левая? Да. А ты левой вообще ничего не делаешь. Ты правой возьмешь. Я жду не дождусь уже, когда мы приедем куда-нибудь в другой пейзаж с реки уже, чтобы было побольше снега, покруче горы, вот и прохватить немножко хочется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это место называется Турвад. Это мансийское поселение. Здесь живет одна семья Манси по фамилии Самбиндалова. До ближайшей цивилизации, ну, собственно, не к символе, 94 километра. То есть они добираются на снегоходах только. Вот, другой связи с цивилизацией у них нет. Вот, вы можете вот посмотреть. Манси раньше заселяли, ну, практически всю территорию Свердловской области, и при экспансии русских они, ну, ушли и остались здесь только на севере. Вот, занимаются тем же, чем несколько веков назад охота, рыбалка, пушнина. Очень аутентичное жилье у нас сегодня. Всем надоели пятизвездочные отели, поэтому теперь мы платим деньги за такой вот отдых. Сегодня я буду спать на шкуре. Это прикольно. Вот-вот-вот расстелился спальник. Ты будешь спать здесь? Да, ты здесь рядом, а я здесь. Так что я буду спать вот на этой шкуре. Подними домом. В общем, передаю слова от Константина. Он очень, ему все понравилось. Ну, все хорошо, все здорово, все. Вот, да, мы, конечно, может быть, думали, что это будет легче. Нифига. Оказалось, что все прям так это тяжело, хорошо. Ну, видимо, мы этого и хотели. Мы хотели прямо так прочувствовать такую вот мужскую забаву. Утро в сосновом бару. Вот она наша избушка. Очень хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Идем, идем. Очень хорошо. Очень хорошо. Ну, первый настоящий пробег, первые настоящие эмоции, первые настоящие звери, птицы, природа, команда. А все это было сегодня, вчера вернее, первый день настоящий. И, конечно, все произошло более явно выражено уже сегодняшнюю ночь. Условия у нас боевые, землянка практически. Команда вся вповал, щели, паспальчик где-то вот около окна. Печка гасла, мы ее разжигали, хохотали, веселились. Ночь прошла задорно, игриво и по-боевому. Следовательно, народ весь подготовился к второй части маршрутов. Вернее, второй активной части маршрутов. Сейчас на нашем скромном царском столе мы сейчас употребим все прелести, которые нам, любезно Александр, предоставляет из-за этого низкий покон. Но очень вкусно, очень калорийно, очень разнообразно. Поэтому сейчас наша главная задача на маршрут выйти подготовленным с точки зрения энергетики внутри организма. С точки зрения духовности подготовки, это никого не вознимает сомнение, потому что к этому готовы все давным-давно. И вообще наша команда такая. Поэтому кушаем и в путь. Музыка. 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 Играет музыка Идем по расписанию, так сказать, с Турвата Вчера был большой пробег, 120 км, сегодня 60 км Идем, сейчас прошли, запрыгнули к избе на Ососеве, северной И пойдем до Рудика Пройдем часть пути лесом, а потом очень интересные виражи по реке Маньяна Которую нам накатывает Рудольф Это Манси, водитель базы, у которого мы останавливаемся Играет музыка Сегодня прекрасный солнечный день, день рождения нашего друга Олега Геннадьевича Состояние прекрасное, но есть некие проблемы с ногой, но ничего, справимся Мы едем на камни, горы, скалы, как они правильно называются, Манпуньер В народе пупы, будем смотреть, фоткаться, погода отличная, все классно Поедем в самую красивую часть нашего маршрута, это горная часть У нас 4 км по лесу и потом начинается подъем Сегодня апогей путешествия, плато Манпуньер Играет музыка Играет музыка Побег к Манси, мы решили убежать из этой жизни Играет музыка Побег к Манси, спокойной, в жизни, размеренной Поэтому в связи с этим у каждого свои прозвища А давно что за побег 3 кг? 3 кг, 3 кг, 3 кг 3 кг, 3 кг, 3 кг, 3 кг Дарим только то, что испытываем сами То есть, самое лучшее, проверенное. Я думаю, что тебе этот фонарик рано или поздно все равно пригодится. И можешь сейчас операции со своей ногой проводить уже при свете. Спасибо! Спасибо! Хороший налоговый фонарик! С днем рождения! Спасибо! Майк Пупнер внесли в список 7 чудес России. По официальной версии это столбы выветривания. То есть, такие столбы, которые вокруг них порода разрушилась, а они, видимо, более крепкие остались. Но на самом деле версий их образования много. Каждый придерживается своей версии. В такую погоду очень редко их удается застать. То есть, иногда просто там на ощупь подошли, потрогали что-то, камень, а его не видно просто, потому что там очень часто метель и молоко. И там на вытянутую руку ничего не видно. Очищение потрясающее. Ожидания оправдались на сто процентов. То, что мы с друзьями задумали и сделали, это прям очень круто. А здесь прям вот хочется так вот понаслаждаться всей природой, потому что ощущение, что действительно это какая-то вот перед тобой прям вечность. Стоя, скажем так, на этом неком одном из купов земли, мы смотрим, как там все хорошо, как там по-настоящему и как там не так хорошо, там, где мы живем. Да, сегодня вообще феерически интересные камни. Надо изучить, как они вообще получились. Удивительное путешествие, удивительное место само по себе. Посмотрите, сколько силы скрыто внутри планеты. А планета это часть нас, поэтому такая сила хранится в каждом из нас. Получилось лучше, наверное, мы даже и мечтать не могли и придумывать. Я по-очень доброму заведу Олегу, что он в свой день рождения со своими друзьями оказался в таком месте очень живописном, вообще потрясающем. И дорога сюда была прямо вот максимально красивая. В общем, складывается все идеально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы же подоверили. Мы же были вместе в том, где загадывать желание на дно, сказали, что ты-то что-нибудь там можешь потерять. Да. Тут-то я ничего не потеряю, да, сейчас? Ну, не знаю, не знаю. Э, ты можешь потерять конкретно чак-чак? Очень вкусно. За здоровьем не загадывай, я все решил еще на столбах. Так. Сейчас это как бы такие какие-то узкие, яркие, какие-то вспышки такие. И вот их как-то как-то собрать на фоне того, что эти вспышки никак не угасают, а постоянно продолжаются. Сложно сделать. Но в первую очередь я хочу сказать спасибо огромное моим друзьям. Потому что у меня было огромное желание поехать в эту поездку. И, наверное, если бы не они, это бы не получилось. Ну, сейчас мы вернемся в Тур-Ват. Небольшой переход. А затем, на мой взгляд, самая интересная часть нашего путешествия, нашего побега, это посещение перевала Дятлова. Мне эта тема интересна, и я хочу вживую все это посмотреть. Это круто. Здесь вам не равнено, здесь климаты ноль. И тут лавина от нас одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, Тот сам себя не испытал, Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Слушайте, участок самый прекрасный из всех участков, которые существуют вообще в мире. Сложность заключалась в том, что там прошли геологи на МТЛБ, На такой, на базе танка, У меня есть ездеход, И разбили всю дорогу. И по которой мы ехали туда вполне комфортно. Вот сейчас эта дорога превратилась Как бы в разбитую колею. Кто с непривычки, конечно, Некоторые сложности по управлению воспитывает. Вот. А так, в общем, в целом, Ребята молодцы, справились все, но отлично. Мне очень понравился. Не смотря на его сложность, И смотря на какие-то риски, Прям получаешь такой адреналин, Который я, наверное, За эту поездку впервые получил Тиметом участке. Это было очень сложно. Я испытал боль, страх, Потому что я падал, Мне забивался снег, Мой снегоход тоже заваливался. На подъеме была прекрасная погода, Тепло, хорошо, ветер не дует, Снежок приятный. Но как только мы вышли сюда выше, Где нет леса, Дует вообще какой-то сумасшедший ветер, Сдувает с ног. Весь мир на ладони, Ты счастлив и нем, И только немного завидуешь тем другим, У которых вершина еще впереди. Сильнейший ветер стоит, Буквально вот, да, Вот тут каком-то уголочке У этого камня, Который стал мемориальным Через погибших, Погибших группу Дятлова. Ощущения в целом такие, Что, наверное, Каждому человеку Всегда хочется прикоснуться К каким-то загадкам истории, К мистики. И когда это делаешь, Именно находясь в этом месте, Но ощущение, Конечно, это совершенно не то, Что там читаешь книжки, Смотришь телевизор. Сегодня я побывал Непосредственно на перевале Дятлова. Смог подняться на место, Где была установлена палатка Группы Дятлова. Я оттуда смог посмотреть На пейзаж, Расположение относительно горы Атартен, Относительно Ауспи, Реки, откуда вышла группа Дятлова. И направление, Условно называют Кедр, У меня окончательно Сложилась своя версия. Скорее всего, После обеда Ребята поставили палатку. С этого перевала Ближайшее место, Где можно взять дрова, Это вот то направление Кедра. И думаю, Что ребята разделились, И часть из них, Четыре человека, Первыми ушли за дровами. В отряд не вернулся. И после этого, Я думаю, Что отправили еще двух человек, Тех самых, Которых потом нашли у Кедра. Палатки остались трое. Очевидно, Наступала ночь, Но никто, Ни первая группа не вернулась, Ни те, Кого послали за ними. И они втроем пошли Искать пропавших друзей. Но и те не вернулись. Вот все девять человек Трагически погибли. Характер травм Четырех человек, Которых нашли в ручье, Говорит о том, Что травмы получены на месте, С такими травмами невозможно спуститься До леска километра, Ну, Чуть дальше, Ну, пусть полтора километра. Невозможно. Характер травм Сломанные ребра, Из-за которых невозможно дышать, Сломанное основание черепа. Люди с такими травмами не ходят. Они получены на месте. Характер травм Двух парней, Которых нашли у Кедра, Плюс к тому же, Они были полностью раздеты. Плюс к тому, Если сопоставить с данными протоколами, Судебной медицинской экспертизы, Об обгоревших ногах, То, Скорее всего, Версия о том, Что ребята, После того, Как их заставили раздеться, Попытались спастись, И забрались на тот самый кедр. После чего, Двумышленники попытались Их оттуда снять, Стягивали, Ну, И как одно из средств, Использовали подожженные палки Из костра. Этими объясняются, Столь глубокие, Ожоги на ступнях. И дальше, Я предполагаю, Что действительно пришла Вот последняя тройка. Их тоже нашли полураздетыми. Очевидно, Что они попытались В какой-то момент Бежать. Чем больше читаешь, Тем больше понимаешь, Что это люди, Они настоящие люди. Это настоящая история. Это невыдуманная литература. И, скорее всего, Они стали бежать. Но их догоняли, Добивали. Естественно, Они бежали к палатке В надежде найти Там какое-то укрытие, Убежище, Может быть, Оружие, Может быть, Элементарный топор Или еще что-то. Теперь самое главное, Кто это сделал? Почему так произошло? Откуда эта трагедия? Думаю, Потому что первые четыре туриста Были убиты Просто случайно. Кого-то одного убили случайно. И с тем, Чтобы не оставлять свидетелей, Были убиты остальные. Кто это сделал? Думаю, Что это военные все-таки. Потому что Слишком далеко отсюда Ивгель, Слишком далеко отсюда Бывшие лагеря Глаговские. И здесь такая глухомань. Сюда бессмысленно уходить. Здесь не проживешь. Тем более зимой. Манси. Я видел Манси вживую. Не верю в эту историю. Пролетели эти увлекательные И необычные дни. И именно пролетели, Это вот именно это слово Полость утражает. Вот и подошло к концу Наше путешествие. И конечно же хочется сказать К сожалению подошло. Цели достигнуты. Призрачно все В этом мире бушующем Просто какой-то вихрь, ураган Каких-то событий, эмоций. Что вот пока даже в голове Как-то все это пытается Где-то уложиться. Есть только мир За него и держись Мы покорили две Поставленные перед собой задачи Мы побывали там, где хотели Мы увидели и прочувствовали Все то, что про что читали Смотрели, кто-то рассказывал Это замечательно Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Возвращаясь сюда С каждым километром Я ощущал вот некую грусть Которая была уже здесь Что мы наконец-то приезжаем Сейчас собираемся Уходим домой Грустно расставаться С ребятами Хотя мы все равно С друг с другом Постоянно видимся Но за это время Мы стали какой-то Некой большой командой Не имея никакого опыта И сразу окунуться Вот в такое путешествие Которое Наверное даже опытный Снегоходчики Не каждый их проходили Проверили себя В качестве Любителей Экстремальной езды На снегоходах Все было замечательно Казалось бы Вчерашние городские пижоны Перевращаются В настоящих мужчин Которые овладевают Какой-то техникой Навыками И в самых Скажем непростых ситуациях Показывают себя Прекрасными людьми Порадовала атмосфера Которая у нас была Спасибо Олегу За такую организацию Праздника Спасибо гидам Спасибо всем пацанам Кто приехал Кто поддержал Своим участием Это действительно Как любят сейчас Говорить Умные психологи Фразу То что Выход из зоны комфорта Вот он у нас был На 200% А темушка Компания Самая лучшая Что вообще Может быть Тем более В таких Непростых Зачастую Экстремальных Условиях Поездка Мне понравилась Я Чувствую себя Прекрасно Счастливо И Каким-то даже С небольшой грустинкой Такой Собираюсь Сейчас обратно Домой Особо понравилось Что мы уехали Из России А приехали В Советском Союзе Вот это мне понравилось Группа Замечательная Очень дружная Команда Прям настоящая Команда Никто Никого Никогда Не бросает Я убедился В этом сам Буквально Даже утром Сегодня Выезжая С последней Базы Наши ночевки Было такое Желание О том Что уже Вернуться В какую-то цивилизацию А приехав сюда Поставив снегоход Первое ощущение Что Как так Все закончилось Что ли Я хочу еще Есть только миг Между прошлым И будущим Именно Он Называется Жизнь Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова